Хей, ну привет, мои прекрасные друзья! Это так здорово, что мы проведем вместе сегодня немного приятных минут. Я записываю эту серию, вернувшись с прогулки по пустынному каменистому пляжу. Граница моря и берега так зубка. Я люблю играть в эту простую игру. Наступи на самый краешек волны. Ступай по кромке воды, словно по границе миров. Словно экфилибрист в цирке. Весь мир смотрит на тебя. Но ты видишь перед собой только одну тонкую линию. И никогда не забываешь о ней. Граница играет с тобой, пока ты играешь с ней. Граница послушна тебе, пока ты предельно на ней сосредоточен. Граница поможет тебе, когда ты доверяешься ей. Граница, граница, граница. Помню, я когда-то писала о том, что придумала для несносных людей в своей жизни политику красного-бархатного каната. Сейчас расскажу. Я писала тогда о том, что хочу беззастенчиво искать наслаждение в своей жизни. Потому что я так долго была удобной и скромной. Да, я писала тогда, кажется, о том, что хочу сидеть у воды, молиться и, возможно, потягивать виски. И мысленно оградить себя красным-бархатным канатом. Прямо как на церемонии Оскара, вы знаете, люди будут видеть мои границы, но восхищаться ими. Так же, как они восхищаются знаменитостями, которые вышагивают по ту сторону. Той самой веревке, красной-бархатной веревке, того самого каната. Этот канат, он словно стандарт качества класса ВИП, согласны? Он устанавливает чужое разграничение. Кому здесь быть можно, а кому здесь быть нельзя? Нет, ни в коем случае. Канат всегда работает безупречно. Вы тоже замечали, да? Никто никогда не нарушает его границы. Это так забавно выглядит со стороны. Когда от любимых кумиров людей отделяет лишь матерчатая веревка. Но они никогда не срывают ее. И не пересекают черту. Вы любите гулять на берегу моря в одиночестве? Я люблю. Я люблю брать с собой маленький термос и небольшой плед. В него можно угутаться или подстелить его под себя. Я еще люблю брать с собой немного снеков. Если у меня вдруг будет настроение устроить себе небольшой пикничок. А еще я беру себе спички. На тот случай, если мне вдруг вздумается развести костерок. Нет, этого почти никогда не случается. Но возможность есть. И она согревает меня. А что вы берете с собой на прогулки? Как любите? Украшать свои мини-вылазки. Поделитесь со мной. Мы не храним друг от друга таких секретов. О чем это я? А, как безупречно работает красный канат. Волшебный красный канат в клубе, в отеле, на феерическом модном шоу и на закрытых приватных. Суаре. Каждый раз этот канат достоверно показывает, кому можно войти за него, а кому никогда нельзя. Да, мне хорошо известно, что тема личных границ для многих из нас уже исчерпала себя. Да, все мы давно выдворили из своей жизни всех токсиков и негодяев, которые портят нам настроение и уничтожают нашу веру в себя. И сегодняшний мой разговор к вам не о том, не об этом. Он о том, как я установила красную-бархатную границу от самой себя. В самом деле, как же преступно часто мы допускаем в своих же мыслях на свой собственный счет такие уничижительные выражения, что если бы нам хоть что-то подобное сказал человек посторонний, то мы бы всяких психологических трюков просто послали его, наверное, к чертовой бабушке. Да, я давно заметила, все начинается с того, как мы относимся к себе, когда мы с собою наедине. Наедине с собой. Да, в сети прилюдно мы часто бравируем тем, что отношения с собой у нас изумительные, что мы по-настоящему любим себя якобы. Но что же случается, когда мы возвращаемся домой, сбрасываем с себя всю эту социальную мишуру и остаёмся наедине с собой. Понурый вид, ощущение усталости, разочарованности, еда, вероятно, которая глушит отсутствие постоянных источников вдохновения. Укоры, самое своё сердце. Опять сегодня не успел, не успела. Опять не смог, не смогла. Опять, 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 опять. Что же дальше? Плотный ужин. После него короткий миг просветления. Вы знаете, это миг, такое мгновение, когда кажется, что завтра точно всё сможешь и начнёшь непременно тренироваться, вести потрясающий блог, займёшься здоровьем, бизнесом, а также собой, внешностью, телом. Столько обещаний, обещаний, обещаний. И как часто люди выполняют обещания, данные самим себе. А знаете, что я заметила? Я заметила, что гораздо чаще мы выполняем то, что обещали другим. И страхом разочаровать посторонних людей и испортить отношения с ними. А вот себя разочаровать никто не боится. Никто никогда. А знаете почему? А потому что мы привыкли. Мы привыкли, мы привыкли разочаровывать себя. Мы привыкаем жить в постоянном чувстве разочарованности с собой под гнётом буквально сотен, не выполненных за долгие годы накопленных обещаний самим себе. Я думаю так, что мы другим людям не позволяем относиться к нам уничижительным образом. Этому нас, по крайней мере, научили, да. Я почти уверена, почти, что каждый из вас и из нас уже выстроил пресловутые границы, личные границы в своём собственном маленьком мире. Но мы всё так же отважно, всё так же отважно продолжаем терпеть насмешки, упрёки от самого важного в своём собственном мире человека, от самого себя, от самой себя. Правда? Согласитесь, было бы здорово знать, что у тебя есть что-то или кто-то. Уж лучше кто-то, да. Пусть будет кто-то. Кто защищает тебя от самого тебя, от тебя самого, когда ты не в духе, когда ты не в настроении, когда ты насмотрелся снова в соцсети, насмотрелась снова, и снова тебе кажется, теперь тебе снова кажется, что буквально каждый в этом мире гораздо круче тебя. У вас случается такое? Вы знаете, у меня случается, признаюсь честно, гораздо чаще, чем мне бы хотелось. И было бы здорово иметь такую защиту от себя самого, от себя самой. И, о, да, у нас есть такая защита. Знаете, что это с защитой? Я прочувствовала её недавно. Это высшая версия нас самих. Я не очень люблю это самое выражение. Пресловутая, затёртая до дыр – лучшая версия себя. Мне уже оно давно не нравится. Оно не нравилось мне с самого начала. Знаете, всё самое удачное. Как правило, сразу растаскиваю по просторам интернета. И от затёрности, от затёртости, прошу прощения, теряет оно свой флюор очарования. А мне нравится высшая версия, высшая версия нас самих. Та версия, что держит в руках другой конец красного, бархатного каната. Мягко, но очень уверенно говорит тебе, «Нет, моя дорогая, у нас здесь так не разрешается. Здесь у нас это запрещено, бро». Вот что говорит наша высшая версия. Сейчас расскажу, что я имею в виду. Право, когда мне пришло в первый раз это осознание, мне стало настолько легче жить. Именно поэтому я решила нашу сегодняшнюю беседу вести именно об этом. Правда же, мы без сожалений распростимся с нашей знакомой либо подругой, которая, представьте, постоянно лжёт нам, не выполняет своих обещаний, то и дело переносит намеченные дела и наши с ней планы и вообще относится к нам безо всякого уважения. Однако, а заметим ли мы, замечаем ли мы, когда сами относимся к себе так же? Нет, как правило, нет. Это живёт в нас слишком глубоко. Мы слишком привыкли за нашу всю долгую жизнь, за всю нашу долгую жизнь монкировать, пренебрегать собственными потребностями и игнорировать обещания, которые, правда, это часто бывает, которые радостно мы надавали себе в минуты яркого вдохновения. Не знаю, как вы. А со мной это случается часто. Когда я чем-то вдохновлена, в эти яркие минуты я надаю себе порой сотни тысяч обещаний. Но сколько из этих обещаний будут выполнены мною потом под руководством моей высшей версии? Об этом, я думаю, мы поговорим как-нибудь в следующий раз. А пока что, согласитесь, это так здорово иметь всегда рядом с собой своего лучшего друга. Да, своего самого лучшего друга, который проворно подхватит стрелу нашей убийственной мысли о себе, выбросит её в пропасть и твёрдо заявит «Нет-нет, сестрёнка, нет-нет, братишка, мы так с собой тут не поступаем, у нас здесь так нельзя, у нас здесь нельзя заедать проблему, у нас здесь нельзя засматривать проблему с сериалами, у нас тут, сестрёнка, нельзя пропускать тренировки, нет-нет, сестра, у нас тут так не выходит, не получается, у нас тут не разрешается, нарушать данное себе слово, прости, но нет, ни сегодня, ни завтра, ни никогда. Я пригляжу за тобой, пока ты собираешься с духом и приступаешь к этой задаче. Вау, это было бы так здорово, если бы каждую секунду прямо сейчас рядом с нами был бы наш лучший друг или наша лучшая подруга, которая каждый раз говорила бы нам или говорил бы нам такие слова, либо примерно такие слова, у нас здесь так нельзя, сестрёнка, братишка, у нас здесь так нельзя, я пригляжу за тобой, я поддержу тебя. Я вижу, как ты пытаешься сейчас саботировать себя, либо данное себе когда-то обещание, но что ж, я вижу, тебе нужна поддержка, и у тебя она есть. И так поступил бы реально настоящий любящий друг. И знаете, когда мы становимся для себя таким самым лучшим другом, начинают происходить чудеса. Наш мир преображается. Когда мы... Когда мы исполняем до конца то, что обещали себе внезапно и, ну, совершенно, если надо сказать закономерно, все окружающие начинают относиться с почтением к нам и тем самым уважением, которое мы безуспешно и рьяно пытались заслужить долгие годы. Когда вы, мы, ты, когда вы перестаете терпеть неуважение по отношению к себе от самого же себя, то мир начинает уважать вас. Как же добиться уважения от мира? Добейся сперва. Уважение от самого себя, от самой себе. Я мыслю так, я считаю так. И мир тогда начнет уважать нас. Самый обычный окружающий мир. Не наш внутренний, хотя и он тоже. Да, он тоже, пожалуй. Послушайте, ну, в своей жизни мы получаем не то, о чем мы мечтаем, и не то, что мы пишем блокноты наших целей и желаний из года в год, а то, что мы терпим из года в год. Да, терпим. Да так еще прилежно терпим, что привыкаем к этому. Одно из самых пугающих для меня и лично свойств человеческой психики это то, что она действительно способна привыкнуть ко всему. Слышали такое выражение? Человек ко всему привыкает. К любым условиям, к любому отношению к себе, к любому качеству жизни. И то самое временное, то, что мы определяли когда-то как временное, становится нашим постоянным, перманентным. И мы начинаем находить в этом плюсы. Вот что страшно. «Еще полгодик, молоденькое, да?» Вы согласитесь, это так же и звучит. А вот сюжет, впечатанный намертво в лист бумаги, все же изменится, если я снова и снова буду впиваться в него всей своей душой. передним. Нет. Он не изменится. Сюжет. Не изменится. Партнер не изменится. Партнерша не изменится. Женщина не изменится. Мужчина тоже нет. Не изменится. Ничто не изменится, если продолжать держать себя по ту сторону красного-бархатного каната. Того самого. И наблюдать смущенно, так наблюдать за тем, как жизнь несётся мимо со страшной на самом-то деле скоростью. Я помню, как впечатлил меня буквально в прошлом году фильм «Время». Смотрели этот фильм? Я редко смотрю фильмы, друзья. Никак не могу найти что-то действительно стоящее. Может быть, вы посоветуете мне что-то вскрывающее по-настоящему, правда, вскрывающее. Но тот режиссёр, Найс, да, его фамилия Найс, кажется, он гений, он никогда не подводит. Это был не первый фильм Найса, который я смотрела. Нет, не тот фильм, где люди останавливались в возрасте 25 лет. Тот новый фильм «Время». Режиссёр Найс, он гений. И я смотрела этот фильм, я досмотрела его до конца, и мне стало так неуютно, так неуютно. Я говорю «неуютно» просто для того, чтобы мне снова не говорить слово «страшно». Но на самом деле было именно так. Я стала очень страшна тогда. Страшно прожить ещё хоть один драгоценный миг попусту, в претензии к себе, в обрёках себя, выполняя работу, которая стоит у меня в графике, но не живёт в моём сердце. Тот фильм изменил меня и моё отношение к жизни и времени. А значит, старина Найс всё-таки сделал свою работу. Да, я думаю, он был бы доволен моими словами. Может быть, когда-нибудь мне удастся сказать их ему лично и поблагодарить его за его гениальный труд. Так о чём это мы? Терпение, терпение. Уровень терпимости. Уровень терпимости. Уровень нашей терпимости и нашей приспосабливаемости. Ну, он просто поразителен. Я часто думала об этом, что мы буквально способны долгие годы влачить полужизнь, полужизнь, нежизнение нежизнение, утешая себя тем, что в скорости всё должно вот-вот измениться, что вот-вот придёт долгожданное благополучие и деньги, деньги, комфортная популярность и счастливые чувства с хорошим партнёром, который бы нам идеально во всём подошёл. Мы терпим, точнее, наше тело терпит и переедание, и пренебрежение спортом. А некоторые из нас преуспели настолько, что спортом наказывают себя за плотный ужин или сочный десерт. Но самое горькое, на мой взгляд, в том, что мы миримся с тем, что мы откладываем на потом всю нашу жизнь, каждый из дней воспринимая её не как чудо жизни, коим он и является, а лишь очередную скучноватую веху на пути непонятно к чему. Ведь сегодняшний день кажется таким далёким от всего того, что мы написали в своём блокноте желаний. И как туда добираться, в ту самую жизнь мечты, совершенно не ясно. Я вам скажу вот что. Давайте-ка сменим стандарты качества. Как вы считаете? Вы знаете меня. Вы знаете меня, мои прекрасные друзья. Я фанат качества. Я люблю то, что работает на меня. Я люблю то, что служит мне безукоризненно. Правда, я фанат качества. Качественные вещи, качественные явления, процессы служат безукоризненно. Качественные вещи отрабатывают каждый рубль, цент, каждый квант, вложенная энергия. И каждый, ну, тот же самый пресловутый рубль, пресловутую копеечку. Я за вип-качество жизни. Я за жизнь класса люкс. Многие из вас уже знают об этом. Я за искусную жизнь. За жизнь, которой мы наслаждаемся, которую мы празднуем каждый день как самый чудесный восторг. И мы, давайте, давайте решим так. Мы отказываемся от отношения к себе, которое нам не служит. Мы находим новые стандарты своей жизни и начинаем в них жить, жить с ними, жить сквозь их призму. Призму бесконечной поддержки себя. Призму поиска лучшего для себя стиля жизни. Знаете, бывает такое, что вы не любите вставать по утрам, а вот наоборот все популярные источники кричат вам о том, что утро — это самое якобы продуктивное время. И вы чувствуете себя виноватым, постоянно виноватым из-за того, что раньше полудня вы не можете приняться за работу. Я вам скажу, к черту эти стандарты, чужие стандарты. Что бы вам сказал на это ваш самый лучший друг? Давайте подумаем вместе. Что бы вы сказали себе? Будь вы своим самым лучшим другом. Старик, да плюнь на это все. Вот что сказал бы вам ваш лучший друг. Те люди, которые пишут те книги, статьи, они ведь не знают тебя, не знают твоих привычек, ритма твоего тела. Ты не обязан скакивать по утрам. Все, что ты обязан, это быть довольным своей жизнью и счастливым человеком. Создай для себя свой личный режим дня. И ты увидишь, какой восхитительной станет твоя жизнь, когда каждое утро ты перестанешь винить себя. И хлистай чашку кофе за чашкой кофе, чтобы быстрее проснуться, чашку за чашкой, чашку за чашкой. Вот что бы вам сказал ваш лучший друг. Он сказал бы, зачем тебе просыпаться быстрее и раньше, бро, для кого? Ведь ты работаешь из дома, и тебя никто не подгоняет. Хотя, может, это другим стоит призадуматься вообще о том, чтобы подстроиться под тебя. Не слишком ли ты часто и старательно подстраивался под каких-то людей? Пришло время жить своей жизнью, бро. Пришло время. Как помните, та цитата из мультика Король Лев или Стайм. Время пришло. Ваш лучший друг, да, ваш лучший друг без проблем поддержит ваш красный бархатный канат, пока вы блистаете на красной ковровой дорожке своей жизни. Мне так нравится эта аналогия. Я часто фантазирую об этом, мечтаю об этом. И этот друг, наш самый лучший друг, наш высший друг, он напомнит всем вокруг о том, что наша жизнь закономерно начинается с нас и нами же и продолжается. А стало быть, мы здесь устанавливаем границы. Вы здесь устанавливаете границы, границы того, каким тоном вы говорите с самой собой. А думали ли вы когда-нибудь об этом, друзья? Каким тоном вы говорите с самим собой, с самой собой? А я не столь давно начала об этом задумываться. Если вы думали об этом, что ж, значит, вы продвинулись чуточку дальше и больше, чем я. Я восхищена вами. Знаете, каждый из нас способен в той или иной форме, но все-таки дать отпор хаму, какому-то постороннему хаму. Каждый из нас способен в той или иной форме сказать, не надо со мной так говорить, со мной так не разговаривать, не смей так со мной говорить, со мной так не говорят. Но часто ли мы слышим такое в свой собственный адрес от самого себя. Не надо так со мной разговаривать, со мной так не говорят, со мной так запрещено. А понимаете, понимаете, часто мы просто должны, должны сказать это самим себе. Мы просто должны это сделать. И тогда нам будет проще говорить это другим людям, если вдруг понадобится, но дело даже не в этом, а в том, что нам и не придется тогда строить других людей, когда мы становимся себе самым лучшим другом, мы обретаем крылья. И крылья эти растут и распушаются, так знаете, распускаются с каждым днем. И уже через несколько дней мы вдруг замечаем, что они уже способны поднять нас в воздух. Правда, я прочувствовала это на себе. А через неделю мы парим подобно могущественной жароптицы, чудо-птицы, рара-авис, редкая птица. Рара-авис, так бы назвали древние римляне. Парим подобно птице высоко в поднебесе собственной жизни. Там, куда мы так много лет и не мечтали добраться. А если и мечтали, то уж точно не имели понятия, как же мы туда попадем. Вот как, вот как работает политика Красного Каната, применима к нашей мыслительной деятельности в отношении самих себя. Да, вот так просто. Мы просто выбрасываем за ее пределы все то, что не соответствует нашим новым высоким стандартам и разрешаем себе быть своим лучшим другом. Как бы вы поддерживали своего друга, вашего друга или вашу подругу? Сестру, может быть? Какие бы слова вы подбирали для него или для нее? Подумайте об этом. Давайте подумаем вместе. Я помогу вам. Как бы вы стремились быть самому себе, самой себе, настоящим вип-гостям собственной жизни. Представьте, давайте помечтаем об этом вместе. Как вы? Давайте, согласны? Вы вип-гость своей собственной жизни. Представьте, что вы суперзвезда и вас любит весь мир. Но больше того, вы любите себя как свою любимую персону Грата. Вы даете себе все. И этой персоне Грата, то есть вам всегда рады по ту волнующую и влекущую сторону красной веревки из бархата, которая и есть самая настоящая жизнь. А может быть, кому-то из вас, кстати говоря, понравится идея установить такой воображаемый красный бархатный канат для всех людей в вашей жизни. И только вы будете решать, кто заслужит войти в ваш близкий круг. Да, мне, кстати, к слову, да, мне нравится эта идея. Она у меня давно работает. Я думаю, в следующий раз я расскажу вам об этом. Нет, мы не хреним таких секретов друг от друга. Я давно хотела вам об этом рассказать. Это будет очень круто. Да, когда мы не позволим чужим людям просто входить в нашу жизнь, знаете, входить в нашу жизнь, располагаться в ней и начать гнуть свои правила. Нет, о, нет, мы так не поступаем и с самими собой. Мы тоже уже не поступим так равнодушно. Да, не упрекнем себя, не пожалеем за какие-то глупости. Мы обнимем себя. Я обнимаю вас прямо сейчас душой, сердцем. Мы обнимем себя и мы найдем для себя самые точные, самые любящие слова, чтобы ободрить себя так, как мы ободрили бы и своего лучшего друга. Придем к нам за советом. и мы делаем это, знаете, с такой безграничной любовью, с таким ярким чувством к себе. Прочувствуйте это, прочувствуйте прямо сейчас. Каждый миг нашей жизни становится буквально красочным фильмом, который вы смотрите вместе со своим лучшим другом. Вот какое состояние настроения и мира, ощущение, мировосприятие я вам хочу передать сегодня. Представьте, что каждый миг вашей жизни — это красочный фильм, супер-блокбастер, который вы смотрите вместе со своим самым лучшим другом и не только смотрите, но и проживаете. Постойте-ка, я что, действительно говорю, смотрите? Вы в нём играете, вы в нём играете. Да-да, в самой главной роли, и весь мир рукоплещет вам. Вы истинная супер-звезда, вы супер-звезда. Я с нетерпением предвкушаю нашу новую встречу, и я шлю множество искр к счастью ваше красивейшее окрылённое нашей дружбой длиною жизнь княженика.